По оценкам, на Земле существует несколько миллионов видов животных. Многие из них являются уникальными и буквально поражают наше воображение. Однако не менее уникальными могут быть и те особи, к которым мы все давно привыкли. А все за счет того, что некоторые из них появляются на свет со специфическим окрасом или необычной мутацией генов. От клубничного леопарда и фиолетового медведя до гепарда без пятен. С вами СмартПицца и сегодня мы расскажем вам о 10 животных, которые родились с необычными особенностями. Погнали! Номер 1. Клубничный леопард Африканские леопарды обычно имеют рыжевато-коричневую шерсть с черными пятнами. Однако недавно, в 2012 году в южноафриканском заповеднике Мадикве был обнаружен леопард необычного цвета с розовым оттенком. Посетители заповедника время от времени видели это необычное животное, но только недавно его сфотографировал сафаригид Деон де Виллиерс и отправил фотоэкспертам по пантерам из группы защитников диких животных в США, чтобы уточнить, бывает ли такая расцветка у леопардов. Эксперты предположили, что такие леопарды действительно существуют и отметили, что они могут иметь эритризм – генетическое состояние, которое, по предположениям ученых, вызывает сильное производство рыжих пигментов или слабое производство темных пигментов. Также стоит сказать, что из-за необычной шкурки у клубничного леопарда нет преимущества в маскировке, но учитывая то, что он содержится в заповеднике, в этом нет никакой проблемы. Номер 2. Фиолетовый полярный медведь Хотя этот медведь не родился с необычной особенностью, как остальные животные из нашего списка, его все равно стоит включить в видео, поскольку этот случай уникальный. В 2003 году появилась информация о том, что в одном из зоопарков аргентинского города Мендоса живет фиолетовый полярный медведь. Сразу после появления этой новости в зоопарк хлынули толпы любопытствующих посетителей, желающих воочию увидеть обитающего там чудо-зверя по кличке Пилуса. Как сообщили сотрудники зоопарка Мендосы, Пилуса страдал от дерматита, и поэтому было принято решение начать курс лечения, чтобы ему стало лучше. В итоге, пройдя курс, медведь приобрел необычный фиолетовый окрас. К счастью, это стало единственным побочным эффектом лечения. В остальном же Пилуса никак не пострадал от лекарств. К тому же, спустя некоторое время Пилуса вновь приобрел свой природный окрас. А вот сотрудники зоопарка значительно выиграли от преображения медведя, поскольку число посетителей увеличилось в полтора раза за счет желающих поглазеть на Пилусу. Венера – это необычная кошка, которая стала мировой знаменитостью благодаря своей уникальной внешности. Мордочка Венера окрашена в два цвета – черный и светлый, причем окрас идеально распределен по поверхности всей головы кошки. Стоит сказать, что ученые могут воспроизвести химеризм в лабораторных условиях на подопытных животных. Тем не менее, зачастую он ограничивается лишь определенными участками тела или лица животного. В случае же с Венерой разнородный окрас идеально распределился по всему лицу кошки в идеально симметрической форме. Считается, что истинный химеризм случается, когда два разных эмбриона сливаются в процессе развития, образуя единый организм. Так или иначе, Венера – это уникальная кошка с одной из самых необычных особенностей в мире. Номер 4. Гепард без пятен Считается, что леопарды никогда не меняют свою окраску, но для их двоюродных братьев-гепардов это утверждение может оказаться спорным. В 2012 году в кенийском заповеднике Ати-Капити был обнаружен гепард без пятен на шкуре. Эта особь стала первой в своем роде за последние 90 лет обнаружил гепарда без пятен профессиональный фотограф дикой природы из Великобритании Гай Компс, который и сделал снимки этого уникального животного. Ученые считают, что подобная генетическая мутация стала следствием доминирования рецессивного гена. По мнению исследователей, эта мутация поможет этому молодому животному выжить, поскольку очень вероятно, что его будут принимать за льва или пуму. Номер 5. Корова с цифрой 7 на лбу Несмотря на все удивительные особенности многих животных из нашего списка, далеко не все из них могут похвастаться такой же удачей, которая сопровождала одну корову во время ее рождения. Она родилась с цифрой 7 на лбу. Такое явление само по себе большая редкость, однако в этом случае цифра еще и прорисовалась с удивительной точностью и четкостью. Ученые не знают, как именно это могло произойти, однако многие люди углядели в этой корове некий таинственный смысл. Они считают, что цифра 7 на лбу является религиозным знаком, связанным с иудаизмом, а значит, эта корова божественная. Что ж, вы можете написать свое мнение по этому поводу в комментарии, а мы двигаемся дальше. Номер 6. Ротвейлер с Витилиго Витилиго – это нарушение пигментации, выражающееся в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи. Фактически, эта болезнь является следствием мутации или же определенного вируса или расстройства. Исключением не стал и герой этого пункта, мордочка которого будто окрашена в два цвета одновременно. При этом заболевание собственной иммунной клетки животного атакует пигмент меланин, отвечающий за окраску кожи. К счастью, Витилиго – это не та болезнь, которая может угрожать жизни. Поэтому максимальное ее проявление – это необычный окрас, как у этого классного и уникального ротвейлера. Номер 7. Собака Тоник Собака по кличке Тоник однозначно является одной из самых необычных во всем мире. Все дело в том, что она родилась самой уникальной для собаки особенностью – с человеческим лицом. Тоник – это семилетняя собака, которая является помесью пуделя Иши Цу. В настоящее время она живет в городе Мишауака, штат Индиана, США. Надо сказать, что Тонику очень повезло, ведь ее привели в агентство для животных из приюта для усыпления, находящегося в Кентукки. Вероятно, первые хозяева посчитали, что имеющая нетипичную собачью мордочку Тоник была больна, и поэтому решили отдать ее в приют. К счастью, собаке повезло, и она не только выбралась оттуда и обрела новых хозяев, но и стала знаменитостью после того, как ее фотографии стремительно разлетелись по сети в 2013 году. Отметим, что Тоник не имеет проблем со здоровьем, а ее человеческое лицо обусловлено не мутациями или врожденными дефектами, а скрещиванием генов двух пород. Именно поэтому глаза Тоника, как и ее лицо, очень похожи на человеческие, что и делает эту собаку столь уникальной. Номер 8. Окапи Окапи – это вид порнокопытных и единственный представитель рода Окапи. Это уникальное животное, которое можно спутать сразу с несколькими разными особями, поскольку Окапи одновременно похожи на лошадей, зебр и даже жирафов. Окапи – это очень редкий вид порнокопытных, который распространен лишь в тропических лесах Демократической Республики Конго. О нем не было ничего известно до конца 19 века. Тогда известный путешественник Генри Стэнли получил первые сведения о неизвестном животном. Стэнли прозвал еще неизвестное ему Окапи лесной лошадью. Уже впоследствии в Африку прибыли ученые, которые открыли и изучили новый вид. К сожалению, сейчас этот необычный вид находится под угрозой вымирания. Номер 9. Прозрачная лягушка Как вы, возможно, знаете, расположение органов у лягушки примерно схожее с расположением органов у человека. Вдобавок, эти существа легкодоступны, поскольку их очень много. В связи с этим в школах и университетах по всему миру часто препарируют лягушек, чтобы студенты могли больше узнать о биологии и анатомии. К счастью, в скором времени этот подход может уйти в прошлое, поскольку в Японии рождаются прозрачные лягушки. Сейчас же эти лягушки рождаются уже самостоятельно, и причем в относительно больших количествах, поэтому их вполне можно занести в наш список. Взглянув на такую лягушку, вы сможете увидеть все ее органы, стенки кровеносных сосудов, скелеты мышцы. Изучая такую лягушку, студенты и ученые могут наблюдать за работой ее разных органов и развитием заболеваний, что может быть чрезвычайно полезным в рамках образования и медицинских экспериментов. Номер 10. Полосатый заяц. Полосатый заяц – это необычное животное и млекопитающее семейство зайцевых. Полосатый заяц был обнаружен на индонезийском острове Суматра, который является единственным ареалом обитания этого животного. Отличительная черта уникального полосатого зайца – это окраска его меха черного цвета с коричневыми полосками. При этом брюхо у полосатого зайца белое, а хвост красный. Сам мех мягкий и густой, с добавлением длинных, более жестких волосков. Обитает полосатый заяц в Индонезии на острове Суматра на высоте от 600 до 1600 метров над уровнем моря. Тем не менее, эти особи действительно проживают в Индонезии и на данный момент относятся к уязвимым видам ввиду очистки горных лесов для ведения сельского хозяйства. Что ж, а на этом все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и раздавить колокольчик, чтобы не пропустить ни одного ядерного выпуска. Также советуем вам посмотреть другие увлекательные ролики на нашем канале. Спасибо вам большое за просмотр!